На выставке World Food 2022 только что закончилась церемония награждения и с одним из членов жюри мы готовы поговорить прямо сейчас. Татьяна Савинкова, здравствуйте. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в качестве кого вы выступали на данном конкурсе? Мы соорганизаторы этого конкурса и я являюсь заместителем председателя конкурсной комиссии и конкретно отвечала за кондитерские изделия, председатель диктационной комиссии кондитерские изделия. Я работаю в НИИ качества и безопасности технологии специализированных продуктов питания в РЭО имени Плеханова и председатель союза производителей пищевых ингредиентов, ну и еще самый главный, наверное, председатель технического комитета кондитерские изделия, который разрабатывает государственные стандарты на объекты кондитерские, на методы определения и так далее. Здорово. Татьяна, ну прям очень много регалий. Тогда расскажите мне, чем отличался в этом году конкурс и в целом сама церемония от прошлого года? Вы знаете, если говорить о конкурсе, можно сказать, что первое, было гораздо больше наших отечественных производителей по всем направлениям и рыба, и мясные продукты, и кондитерские, и молочные, причем были новинки, которые получили гран-при, и это можно увидеть по протоколу, по церемонии награждения, кто это сумел посмотреть. То есть видно, что используется много нашего отечественного сырья. В связи со сложившейся ситуацией есть проблемы с ингредиентами. Там и логистика сейчас другая, и есть много заменителей европейских производителей из Юго-Восточной Азии. Но в целом, в целом, продукция хорошего качества. И надо сказать, что в дегустационных листах, когда шли отлично, отлично наши, наши молочные продукты, да, и есть заделы научные, потому что здесь принимали участие в составе конкурсной комиссии представители науки. Допустим, у нас есть молочный институт, Федеральный научный центр пищевые системы. Там есть ученые, которые профильные занимаются той или иной проблемой. Мой, НИИ, качество безопасности из университета Плеханова, товары, веды были. Поэтому как бы здесь достойная оценка. Эксперты просто так, ведь не получаются, их же готовят, и не каждый может быть экспертом. Есть специальная тестовая система, по которой оценивает, может человек, имеет право дегустировать или нет, для того, чтобы выносить это на всеобщий суд. Поэтому в целом комиссия была представительная. У каждого есть, конечно, свои предпочтения. Кто-то говорит, что я, допустим, как специалист по-кодитерски, я, наверное, должна премиальные продукты любить, шоколад горький, а мне коровка нравится. То есть я хочу сказать, что ассортимент достаточно большой. И много, кстати, продукции для детей. А это тоже непросто, потому что продукция для детей, она идет со свидетельством о государственной регистрации. И как бы есть технические регламенты, которые ограничивают те или иные виды сырья, которые нельзя использовать. Что касается организации конкурса, надо отдать должное дирекции. Они очень хорошо постарались, они подготовили кабинеты для дегустации. И те, кто сдавали продукцию, у них потом была возможность задать вопросы членам комиссии. Поэтому, в принципе, я говорила с организаторами, что на следующий год можно перед проведением награждения провести круглый стол. И пригласить специалистов, экспертов, которые могут рассказать о тех проблемах, которые были при проведении дегустации. И как их решать. То есть это все возможно. Когда работаешь с профессионалами, а здесь работали профессионалы с большой буквы, надо, опять же говоря, отдать должное Россельхознадзору, потому что они делегировали эти права команде, которая работала. Поэтому здесь вот у меня только вот руку пожать и сказать, что все молодцы. А что касается проведения церемонии награждения, это всегда приятно. Это всегда приятно, когда ты смотришь в зал и видишь глаза ожидающие. Видишь счастливые глаза, когда они получают золото или гран-при. А когда приходят за бронзой или сереброй, говоришь, в следующий раз я вас жду здесь, чтобы вы пришли за золотом или за гран-при. Ну, знаете, как человеческий фактор везде всегда срабатывает. И мы все потребители продукта питания для каждого из нас. Каждый выбирает по-своему. Поэтому здесь был очень большой ассортимент. И можно выбрать. И, в общем-то, я желаю, чтобы потребители знали, что на этом конкурсе есть, что лучшее. Ну, чтобы им удалось это приобрести. Потому что здесь много было региональных предприятий. И чтобы купить тот или иной продукт, не надо ехать куда-то в регион. А чтобы это можно. У нас же есть для этого торговые сети, которые могут обеспечить нас. Поэтому здесь вот в этом плане хорошо все организовано. Сама выставка такая вот стабильная. Кстати, этот конкурс проводится уже 26-й или 24-й раз. Ну, в общем, уже за 20 мы вместе с выставкой перешагнули. А вы постоянно участвуете в судействе? Да, постоянно. И каждый раз, когда проходят церемонии награждения, я горжусь тем, что все члены комиссии выжили. Слушайте, Татьяна, такой вопрос в этом году. Тяжело было оценивать конкурсантов? Вы знаете, принимают образцы, как правило, одни люди, а дегустируют эксперты другие. И в этом году, допустим, мы увидели, что не вся продукция надлежащего качества, допустим, по внешнему виду. И когда после награждения я разговаривала с коллегами, они говорят, у нас технологи все в шоке. Как же так? И я говорю, я вам покажу фотографию. Потому что это вот, я вижу, знаю предприятия замечательные. У них всегда все на высоком уровне. Всегда золото, гран-при. Тут бабах, у них серебро. А потому что объективно можно оценить. То время, в котором мы сейчас живем, есть предприятия, которые готовы к этому были. У них оборудование, и запчасти есть, и сырье. Вот они выстроились. А не хватает специалистов? Да, поэтому вот у нас были представители вузов в составе комиссии. Ну, много взрослых людей, которые пока еще есть у них возможность учить молодежь. Это тоже такая проблема серьезная. Вузовская наука и преподаватели очень непростая у них сейчас жизнь. Потому что молодежь-то продвинутая. Ну, я как бабушка знаю, как что объяснить. Поэтому в целом, вот по пятибалльной системе я бы поставила пять с плюсом. Хотя я всегда очень строго и критично отношусь ко всему. Но здесь хорошо все отработали, на самом деле. Татьяна, ну и тогда финальный вопрос. Можем ли мы говорить о каком-то будущем конкурсе такого же масштаба, возможно, большего? Есть ли какой-то задел, есть ли какие-то идеи? И увидим ли мы вас снова? Нет. Мы работать всегда готовы. Особенно с учетом того, что есть багаж по-жизни уже, да, и им надо делиться. Это уже потребность такая имеет место быть. Ну и, конечно, я уже говорила с организаторами. Руку пожали, сказали спасибо, будем ждать на следующий год. Я с удовольствием откликнусь. Я надеюсь, та команда, которая работает, обновлять состав тоже надо. Да, да, и учить подрастающих, чтобы они тоже были такими экспертами, тоже можно. Ну, как предложение я обсуждала, что надо будет провести вот перед награждением, наверное, да, круглый стол, на котором все это обсудить. Ну, а в целом, как это, учить не надо людей, которые уже умеют правильно все организовать во время выставки. У них все хорошо получается. Поэтому дирекция молодцы. Мои коллеги, которые работали в составе комиссии по всем направлениям, тоже молодцы. Но самое главное, что это все поможет производителям. И мы с вами в магазине будем покупать хорошую продукцию. Татьяна, спасибо вам большое за такое подробное описание всей церемонии. Тогда до следующего года. Увидимся. Спасибо, всего доброго. Берегите себя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!